снова здравствуйте дорогие друзья мы снова на природе снова мы что-то готовим что-то не замысловатое что-то веселое и вкусное на природе не надо ничего замысловатого на природе достаточно чтобы было природа немножко еды и хорошая компания андрей в гостях и приехал сюда не один основу спички а как вообще как началось работать на заводе который производите печки и завод появился еще до завода познакомиться с будущим директором этого завода который стал моим другом но и однажды в качестве добрый воли с его стороны мы маленькой дачки появилась такая маленькая печка сначала я привык на камушках как как все мы конечно два кирпичика же палочки когда мы поставили печку у себя на даче потом несколько улиц ближайшие несколько дней ходили к нам на экскурсию ходили посмотреть что же за чудо такое белоснежное на фоне зеленых насаждений и так далее а чудо это собственно называется барбекю да если в обьете в поисковике в интернете я думаю что одна из первых строчек вылезет как раз вот эта чудесная фирма которая делает это конечно более 20 видов разных вот таких вот замечательных печек честно 15 лет она стоит у вас на даче и как выглядит по косиму нет нет печка стоит без проблем многие годы практически живет человек переживет практически если в ней не разводить только пионерский кострик что печка предназначена для эксплуатации как на дровах так и на углях вот но предпочтительный конечно все готовить на тех уголючка которые мы привыкли себе покупать в магазине потому что если расколоть березовую чушку засунуть туда мы не знаем сколько калорий она выделит и эту печку разорвет просто давлением даже не тема это нам не нужно а это на минус дально действительно замечательно хорошие на что приятно делается она здесь у нас в россии русскими руками русскими руками из русских народных бетонных материал очень хитроумный но давайте отказать три военных института до пытались думали не думали по нашей задаче надо этой темой и секретная формула хранится у генерального директора в сейфе за тремя замками да там вот ну там все строго до уникальный человек сегодня в гостях гвардии полковник не ошибся в звании а кстати просто полковник понимаю гвардии полковника это на погонах что-то на погонах никак нет гвардии это принадлежность к элитным войскам которым позволено мы не в самый тяжелый момент и выполнить самую трудную задачу смотрели парад 9 мая самолеты красиво летали все мы знаем лучшие пилотажные наши группы это вот это на секундочку первый стриж даже входили надо первую до тройку четверку до понять мне повезло в жизни я был так награжден судьбой что попал в первую команду которая стала потом называться пилотажной группы стрижи пилотажом занимались и до нас и после нас но до нас они назывались просто без названия это были уникальные люди там несколько раз пытались название присвоить пилотажным группам в кубинке была там красная пятерка была звезда они самолеты пытались рассказать но как-то это все было прервано и традиции передавались только как офицер офицеру как летчик-летчик как профессионал-профессионал название как-то не прижились они были короткий промежуток время но название стрижи и название русские витязи на сегодняшний день знают во всем мире и во всем мире но в нашей стране во всяком случае вообще-то это команда которая может выполнить любые фигуры высшего пилотажа на настоящих боевых военных самолетах которые никак не оборудована специально то есть это строевой самолет и если чем отличает строевого только свои раскраски раз как ну чтобы было чтобы вроде как надо посимпатичным выглядел не так агрессивно да хотя все мы знаем что хотя он все нормально все умеет запас как обычно а и вот эти руки трогают эти печи и эти бедене оказаться эти руки нежно сначала до шебуршат цементом раствором и так далее подмешиваю подмешиваю до вовремя чуть плюнуть на три раза без этого в этом и есть секрет как у любой хозяйки вообще ничего в борщ готовит три хозяйки одинаковый борщ одинаковый рецепт правильно и у всех трех получится образно почему слюна конечно естественно но это шутки нет ладно про печь поговорили восхитились и небезосновательно а теперь будем готовить ничего сложного мясо например надоело ну потому что сколько шашлыки 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 рыбы хочется рыбы особенно девочки же моими мясо не идея мы вот это все за фигурой следим чушь какая-то за нас это видно какая-то зачем потом опять же чем больше фигура тем легче за не следили на этом нет нас не пропустят передачи не будем об этом говорить нас для мужчин передачи нормальный на мужском канале нормальность такие рыба такие рыбы мы будем все делать ничего сложного да это вам это нам рыбку в принципе можно и так конечно кинуть и и будет хорошо но можно ее все-таки посолить поперчить втереть обязательно да спрошу прям шкурку и самое главное и причем в общем то если нету как бы такой открытого дня дома тоже можно делать на что похоже мы сейчас будем надрезать а самое главное фаршировать ее нутро чем фаршировать аккуратненько и это . то что любит ну как правило обязательно добавляют лимончик я бы сказал что его надо прям нашпиговать лимон да 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 обязательно травки всякой разной кто чем кто-то и строгон там любят положить начнем снутра нет наш начало надрезать и напихать вот эти а главное вот через эти разрезы она будет очень хорошо как раз пропекаться то внутрь укроп петрушка кто вот что любит хорошо что есть под рукой да прям вот туда внутрь можно вот такие куски лимона засовываем смело там еще кости распарим там да чем кормят хочется спросить где в авиации до вверх и же какие-то вот не ну свои вариации кормят всегда хорошо и почетно потому что насколько мне не изменяет память столовая авиационная это ресторан второго класса ухты это правило лишь это положено до столы она закрытая скатертью сервируется и подается там не несколько блюд на выбор в авиации жить насколько я понимаю служит только вот уже непосредственно летчики это только офицеры то есть там нет да поэтому соответственно они уже летчик нет если как профессию брать летчик то его наверное можно подготовить и без высшего образования да как специалиста да и в одно время в дсаф раньше это так это делали занимались занимались до в советское время и в постсоветское то есть в россии военных готовят в военном училище естественно дают не только образование летчика а еще тиро инженера то есть это высшее инженерное образование как политехнический институт ну какими-то сказать как бы так начать получается все офицеры ходят в офицерский ресторан ну практически да там кормит наверх очень хорошо очень хорошо да следят за физической подготовкой специальные какие вот так далее или перед вылетом вообще лучше не есть нет нет обязательно оборвать обязательно обязательно да конечно профессия куда что полетел голодный нет не так не на летчики они переносят большие перегрузки именно физически нагрузки то что мы ходим по земле у нас нагрузка одна единица то что то что жена нас давит это вот собственный вес ерунда вроде как у кого какой вес называется да а если погрузить самолет и выйти на какие-то определенные фигуры там 34 же еще перенесет большинство народа 56 уже проблематично а если довести до девяточки там вот есть я вешу там на 100 там 110 килограмм обязательно переруски 5 я буду уже 550 килограмм каждая моя молеку вода если я вешу на 1 150 облиц этой дочь и полторы тонны 9 тихий ужас больше стон до тихий ужас поэтому есть определенные ограничения во первых на разные полеты разное кормление во вторых есть задача сделать здорового человека организм который способен перенести данные перегрузки вот и все какую-то я тут нашел еще будем это замечательно трава мы будем во внутрь и да 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 еще я предлагаю то что у нас скрыто брюшка да и туда положить прям чуи в длину можно можно кстати ботва вот это да 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 можно оторвать чесночку можно а сейчас я не против я не против да у нас был уже подготовленный да у нас есть тут внезапно оказался чесночок его можно раздавить он просто отдаст самое себя его можно будет даже и вынуть и не есть кто не любит но дух да он даст дух ману бесспорно в свой обязательно отдаст он прям даже удачно уже раскололся да 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 вот как надо как получается вот а теперь ребята теперь чтобы вот это все не вывалилось и вообще удобно все это лежало надо зашить или завязать ну зашить это знаете ли уже совсем на любителя это для вот этих сумасшедших людей у которых хорошо развитая мелкая моторика зашивать рыбу я думаю что просто мы возьмем какую-нибудь ниточку и просто действительно ее перемотаем вот так вот ну и да как то есть фактически эту рыбу можно уже было бы коптить вот она фактически подготовлено копчением но мы ее будем жарить да одна есть одна и повторяем тоже история как то так оставим на нашу чудо печь решет решетку мы уже говорили за про ямочки расскажите специально сделано для того что можно было отрегулировать температуру кладем рыбку держи об об но если вы продолжали рыба готовится очень быстро до опаньки прям кружочками режете их извиняюсь извиняюсь уронил что страшно мы считаем что мы помыли да оп оп ну калить что понятно там зависимости от того чего не до колька до едоков мы-то так мы-то имитируем с грибами ровно то же самое ничего даже придумывать не надо тоже на такие красивые лепешечки дашь чтобы лежало на что еще мы можем в жизни есть желание цариться царица парей и огородов так называемые как и вот это вот нога же у нас же прекрасно съедобная штучки их прям немножечко подкоптить не все на любителя не буду врать многие любят такой довольно случайный произвольный набор овощей у кого чего есть перец зажимаем так ставим контролируем да об наши овощи да я думаю что у нас на это все учитывая состояние уголечков 5-10 минут действительно уйдет на это все вот можно встроить кстати вот я думаю вентиляторы штуки ну так нет меха такие вот как можно из печи что тут нажимаешь они там изнутри можно сделать все что вы на хоть из золота хоть любой механика но это все удорожает за ваши деньги до любой каприз даже вот ребята узнаешь что они делают вот эти печи в виде мельниц до до я правильно что если заказать у вас печь какой-то особой формы ну то есть вот я такой 20 моделей они огня вниз на нем 20 моделей мы это мы выпускаем на потоке они у нас есть наличие на складе приехал мы их продаем до без по телефону поставили да да бесплатно саму равен да это важно это все то я хочу действительно какую-то печку форме самолета нет бессмысленной формы к нам к нам наши руки могли бы это сделать но это уже штучная работа но возьми эта история возможно не для нас наши конструкции это фактически конструктор сделай сам это вот они швы видны это в раз трубы два три четыре то есть здесь 14 элементов все приезжает это к вам на машине на поддоне разгружается в том месте где вы указали если у вас там есть уже фундамент собирается за два часа понять они до дальше что я беда кладут печи по но фактически можно от радости развести и сразу да но не просохло швы не просохли так поэтому мы просим чтобы хотя бы еще сутки потерпели и на следующий день уже она стоит красивые готовые можно не готовить себе на радость и на радость своим присутствующим гостям да а вот очевидно рассказали не могу не поделиться как видите печь в форме самолета нельзя а настоящий самолет можно можно да да уважен на территории есть есть сейчас внимание друзья частных рук если кто-то не знал да но это не секрет уже много лет не уже много лет нашей стране разрешена частная авиация которая имеет свои аэродромы свои самолеты на этих самолетах ветераны военно-воздушных сил учат молодых или или каста или взрослых да ну катая слова как это неправильно это все-таки обучение да но для того чтобы пойдет и не пойдет он учиться надо же попробовать поэтому у вас еще и свой авианитий парк до авиапарки где мы имеем несколько разных самолетов вот и оттуда и появился наш реактивный самолет однажды мы создали пилотажную группу на реактивных самолетах и хозяин директор директор этих печек этих печек да на мы с ним летали в одном самолете в одной кабине в одной пилотажной группе я в качестве инструктора он в качестве обучаемого подружились долго лет дружим и знакомы и однажды тот самолет на котором именно мы учились и летали выставился на продажу а это реактивно это реактивно настоящий самолет l29 чешского производства которым все военно-воздушные силы проходили первоначальное обучение это легкий штурмовик но конечно демилитаризован ну так ну нет нет скажем честно он демилитаризован вообще амину валенок можно валенок привязать и сбросить но из такой-то высота если в нем консервная банка будет мы усложняем по жизни с этой авиации про который разговариваем да не будем давайте не будем вот и однажды мы этот самолет на котором мы учились и тренировались многие годы выставился на продажу и мы про это узнали и выкупил его наш жизнь возможно вот это возможно да сейчас в это возможно списанные списанную технику вот я сейчас у нас на производстве для повышения тонуса наших рабочих создан маленький такой парк прудик островочек в прудике рыбки для релакса да и на той стороне прудика стоит маленький реактивный самолет еще людям нужно который на вышел с детишками потрогал ну как понял что все нормально все в жизни жизни удалось самолет есть да а бронепоезд стоит привязанный вот она была это запасным на запас на пути арнольд борисович шварценеггер вот вы хвастались что у вас танк австрийский тот самый на котором вы служили да тоже демилитаризованы хотя из него тоже можно кинуть вольна верно но это вообще никого не заденет а у наших умельцев самолет при чем я так понимаю на реактивно стоящий живой на нем можно взлететь если вдруг чем если вдруг зомби апокалипсис я вас приглашаю ну прям и и прям вот они наши российские печники а что все таки вот является основным и вот в настоящий момент печи или вот этот авиапарк нет или все царятся до определенного момента была основной работой и основной вообще идеи жизненной потом ушел запас и мои друзья вновь обретенные в маленькой уже в той вот спортивной частной маленькой авиации они оказались очень удачными бизнесменами которые однажды просто протянули руку и сказали а пошли с нами действительно не доневу и вот талантливые люди с мозгами и руками это они талантливы во всем земли нашей диска мы уже в этом говорит да да и да они умеют и заболтались мы немножко да и создать производство и организовать и продать и отдохнуть это великолепно ну а что мы сейчас и пытаемся совместить до рассказываем о производстве до приготовив уникальное блюдо не не будем скрывать чего там как мы бы конечно были бы рады если вы купили себе такую печь потому что а чё бы и нет действительно но при этом мы еще и получаем удовольствие общаемся то что не могу не спросить знаете же наверно этот чудесный анекдот как же я могу бросить небо да пойдут но не такой же есть анекдот про цирк да это правда вот это сидит где-то один раз и навсегда то есть все взлетев разу что и даже сейчас мы приглашаем когда друзей в но поучаствовать с нами воздушно каких-то безобразиях то тех кто их привез мы не спрашиваем этому человеку нужно чтобы заманить или навсегда отвернуть это с одного раза то есть первый укол как обычно бесплатно да и поэтому те кто приезжает первый раз и показывают ребята кто их привез заманить заманить и там и тогда создаются все условия для красивого полета и человек получает удовольствие и дальше живет с нами да и параллельно живет с нами все мыслями и делами и так далее но можно и с одного раза отвернуть навсегда а что для этого делать то есть человек показывает да пока стак и выполняются другие набор фигур но и результаты статусе в принципе понимаем что происходит с этим человеком да такой зеленый и в пупырышку очень похож на огурец на свежих вот это вот вот это вот люди которые покатали злые пилота на самолетах нет пилоты добрый дом дом но за них попросили товарищи а были ли такие случаи чтобы вот показали вот так да к человек зеленый вышел и нет нет а я все равно буду ли нет нет подранков не бывает нет то есть либо да и либо так либо так но если человек подсел однажды и заболел небом это как любым экстримом адреналин уже не хватает уже в самый сильный наркотик и до его никак не нельзя заменить потому что поэтому запрещают летчикам ездить на больших скоростях надо сильных машинах потому что когда-то пролетел на скорости там 300-400 низко над землей а потом сел в машину и переносит он и это же свое состояние да и едешь ты мимо наших добросовестных плюстителей скоростного режима для тебя же не скоро это значит это на 60 лет надо ну а там знак 40 действительно какая-то ерунда действительно да ну так все таки мы вернемся давайте мы можем разговаривать очень долго и без вообще безумно интересно но рыба все-таки требует некого внимания поэтому на секундочку прервемся посвятим себя рыбе по переворачиваем ее и на самом деле буквально через несколько минут она уже будет готова вы пока вот сходите там себе налить тоже там водички наденьте слюнявчик потому что когда мы вернемся снова в эфир уже все будет готово красиво на тарелках и вы слюной не закатали свой дорогой парчевый домашний халат незаметно за разговорами пролетела минут свершилась 5 6 10 максимум и больше разговаривали поэтому конечно когда ты готовишь надо готовить поэтому вот головы щучьи вертюме на это них вы это неплохо это не было это собирается кто это жабра немножечко то конечно это все равно как бы для красоты видно что пищи готовлены что можно сказать об этой рыбе шкаф принципе можно и руками она же дичь ничь она же не домашняя рыба мы же не как бы него вот но мы все-таки взяли вилочки еще раз друзья поставили у себя дома на участке вот такую чудо печку два часа ребята вот это меня покоряет вот сколько раз это слышу никак не могу поверить потому что обычно конечно нет но если два кирпича и шампур это быстрее тут сложно спорить но если вы хотите но не такая красота добротная хорошая красивая на века которые вам детям и внукам еще останется прям вот очень сильно рекомендую а как мне чего получается ну вот вы сами видите у нас небольшая но честно говоря жлобская 4 мало порезать ничего не может для телекартин нам уже не лево серых и есть у нас будет один действительно да я маленькая такая даже русская горка жареных овощей и грибочков очень вкусно читать да ну чтоб то рыбка но все-таки получилось да да лучше не все-таки получилось а всегда при присоединяем барон я сделаю паузу до а 30-40 минут выжду да да вот наша рыбинка вот она прям сейчас прям ну на пробу на пробу ой хорошо да хорошо попробовали бы сказать что это плохо не 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 прям человек реактивный самолет есть что я могу сказать с лимончиком прям ну что удалось для девочек конечно можно все ниточку развязать распрощить аккуратно по тарелочкам не очень важно мы на даче не надо это делать все прям взяли съели прекрасная такая штучка вот получилось да я делала все было неплохо все было отлично прекрасный бой волшебный разговор работает они то что она только красивая все-таки в нищем можно и пожарить изготовить и тогда это это для красоты это конечно что это хрен это на этом классном слове попытаемся попадать или не зарежу когда еще так скажет прям вот так вот так и страну хрен пойти в данном случае вот она кулинар то он это он с рыбы кстати отлично хреночек прям хорошенький и лимон да как оттенил да да и тут можно и внутри не тот который внутренний внутри прям как обычно еще можно отдал дал и грибочек уже правда вкусный ну я надеюсь что очередного приобретателя чудо-чудо печки мы все-таки получили я ваш я прям и вы чего и добивались очень рад нашей встречи просто прям конечно большая часть разговоров осталось за кадром да и слава богу потому что не все это можно выдавать в эфир потому что сами понимаете что человек который сделал истоков команды стрижи столько знает всего про небо я называется на легенды и легенды и легенды авиастроения друзья стакан чистой воды колодезной воды колодезной воды мы за здоровый образ жизни за излишество всяких ура ура увидимся через какое-то время на этом же канале и продолжим наши кулинарные изыске все пока и и и и и и и и